Добрый день, уважаемые друзья! Продолжаем нашу рубрику «Знай наших». Сегодня у нас в гостях Аяс Чатович Сиренол. Здравствуйте, Чатович! Здравствуйте, Этнеч! Расскажите про себя несколько слов. Родился в городе Чадань 19 августа 1971 года. Мама была тогда в тот момент молодым специалистом зоотехником, а отец ветеринаром из Дзюнхемского района. Их перевели на работу в Тоджиский район. И так я с трех лет вырос в Торахеме, Тоджи. Окончил школу в 1989 году. Вернулся с армией. Это было нелегкое время. В 90-х годах работать, работу найти очень сложно было. Пригласили служить в органах внутренних дел. Начал работу в милиции простым милиционером ППС. Дослужился до капитана милиции. Занимал разные должности. Следователем ОВД работал в Тоджинском районе. Потом в Кахемском районе следователем работал. По долгу службу еще был назначен первополномоченным по борьбе с экономическими преступлениями. Женат, трое детей. Теперь нахожусь на пенсии. Расскажите, какие основные проблемы в Тоджинском Кахеме у него? Электроснабжение к концу 2025 года обещают сделать. Тогда вот эта проблема иссякнет, по-моему. А я считаю, в Тоджинском Кахеме у нас есть добыча полезных исхопаемых, так? Да. А как вы смотрите на экологические проблемы со стороны добывающих компаний? Есть, нет? Ну, экологические проблемы, конечно, в природе обязательно же. Какой-то урон наносят вот эти золотодобывающие организации. Даже жители нашего кожуна в зимнее время уже ощущают со стороны ООО «Лунсиня», который у нас находится на территории, идет копоть, сажа. Раньше такой проблемы не было, потому что всю зиму, как обычно, снег белый, природа чистая же. Сейчас уже ощущается этот зимний период, короче. Для наших подписчиков поясню, что в Тоджинском Кахеме у нас все зимой топят печи дровами. Расскажите для наших подписчиков, как дела обстоят с оленеводством? Сколько поголовий сейчас сегодня? Где их содержат? Каким образом? И много ли таких потомственных оленеводов у нас осталось? Насчет численности поголовья могу сказать, что численность поголовья в последнее время, конечно, по сравнению с 90-ми годами удалось немножко поднять. Проблемы, конечно, у оленеводов остаются прежними. То есть доставка необходимых продуктов питания тяжело им доставлять. Раньше, конечно, посредством авиации вертолетами могли скидывать все это, а сейчас тяжело. А вот потомственные оленеводы, конечно, есть. И в селе Адркежге есть потомственные оленеводы наши в селе и есть в Хамсаре. Вот основные эти три населенные пункта. Также в нашу партию и нашим депутатам, нашим представителям, депутатам Государственной Думы тоже поступали такие обращения, которые направлены на улучшение жизни, традиционной жизни туинцев-тоджинцев. Добывающие компании, которые на территории Тоджинского района, Лун-Син, Ахсусское месторождение тоже, они как-то затрагивают ли территории, где туинцы-тоджинцы ведут традиционный уклад жизни, традиционный промысел? Да, конечно. Потому что те территории, где эти добывающие учреждения находятся в таком прекрасных местах, где растет ягель. Ягель – это корм для северных оленей, да? Корм северного оленя. Поэтому каждый раз вот эти участки для северных оленей уменьшаются же. Участки обитания – это весь. пастбище. Пастбище уменьшаются? Аясь Чатович, вы решили выставить свою кандидатуру от нашей партии. Как относится к идеалам нашей партии, к социализму, коммунизму, в общем? Ученик, который учился в советской школе, был октябренком, комсомольцем. Положительный, потому что в то время жизнь простого народа связанная с проблем, таких простой народ не видел. Все было стабильно. Государство имело стабильную денежную политику. Выделите из всех своих качеств три самых основных качества? Себя, конечно. Это честность перед собой, перед своими близкими. Честно работать, жить во благо своего общества, своей Родины. Вы можете дать с экрана нашим молодым, подрастающим поколениям. Это уважать, конечно, свои принципы, свои традиционные, традиционный быт жизни. И уважать, самое главное, старших. С вами сегодня был Аяс Чатович Сиренол. Спасибо, что смотрели. До свидания.